Вопрос чисто практический. Видите, я не только против. В этом году на наши сады было нашествие орды зайцев. Поведили много деревьев, преимущественно молодые яблони. Досталось вишням и сливам. Деревья два года не обрезались в то время, как стал вашим учеником. Зайцы обрезали, бежал совсем молодые побеги. И кору обеяли сильно, и на ветках, и на стволах молодых. Фото повреждений одной молодой шестой яблони прилагаю. Два года плодоносила понемногу, вы как жалко. Возможно ли вылечить раны или деревья сами их залечат? В интернете, как всегда, много разных советов от обмазки глиной, навозом, садовым варом дообматывали полиэтиленой пленкой. И как надежно защитить деревья от покушения зайцев? Вот в этой теме моя. Как защитить? Можно ответить на вебинары. Если такая тема была раньше, укажите на вебинары. Я смотрю все вебинары, почти два года не встречал про это. Арсен Спартакович. Арсен, я вас люблю, уважаю. Вы один из самых моих сторонних и даже защитников. Вот. Поэтому, как же я мог это ваше письмо не заметить? Итак, проблемы две. Первое, что делать с этим деревом? Сейчас уменьшим, а то оно все не влазит в кадр. Вот так, наверное. Опять не влазит. Еще поменьше делаем. Ну, допустим, вот так. Вот смотрите, тут вам повезло. Я вижу практически полностью уничтожен левый штамп. Вот. И целый правый штамп. Вот сейчас я люблю уже, как сказать, побыжевываться. Это не то слово. Ведь вы послушали своего совета. Помните, я сказал, ну растут так, ну и пусть растут, оставьте их в покое. Это я обращался ко всем. К тем, которые говорили, не положено два штампа. А теперь смотрите сюда. Я издаля начал. Это бесценный снимок. Он мне пригодится. Я его потом выделю обратно. У меня есть тема обрезка, у меня есть тема формирования кроны. Это все для будущих книг. Вот эта книга последняя. Если вы знаете, что их будут издавать, и мы сможем заработать. Мы бы сейчас за месяц бы еще несколько книг бы приготовили к печати. Но они стране не нужны. Вот и все. А здесь смотрите, что получается. Как повезло, Арсен, вам, что вы послушали железо и выросли два стула. Один съели, другой так целый. Я и так, и так все глаза проведел. Смотрю, уже вот так вот. Вот вам и это. А то лишний штамп. И так вас уничтожили практически полностью этот штамп. Но, где мы будем отрезать? Вот если видно в курсоре, я сейчас специально увеличу. Да? Специально. Вот здесь. Даже ниже, пусть кажется, что ниже гола. Вот. Нет. Арсен, я перестарался. Вот же вижу. Смотрите. Объели, а тут осталось немножко целого, да? Правильно? Здесь отрезали. Здесь, даже тут немножко целого есть. Вот сегодня не та тема. Я вот показал, что даже вот здесь я немножечко, не то, что вот заподлицо вырезать в наглую, как вот учат, делая огромную рану. А вот эта рана будет раза меньше, если вот здесь вот. Ну, я надеюсь, видно, где у меня мелькает этот курсор, да? И вот эта вот ветка, которая самая левая, вон, потоньше, вот здесь отрежу, так? Здесь замажу, так? И, наверное, вот здесь отрежу заподлицо. И вы знаете, вот этот кусочек, вот такой вот, вот такой вот, вот такой вот, еще раз, вот тут отрежу, вот тут отрежу, вот. Вот здесь отрежу поперек, здесь замажу, здесь отрежу. И этот огрызок, он возродится. Он ещё пригодится. Знаете, ещё пригодится. Я зря смеюсь. Это трагедия, я смеюсь. Поняли, да? А второй остался целый. Вот как легко, первое, мне так легко удается ответить на вопрос. Который направится сами. Половина из моих слушателей сами бы догадались так сделать. Но вы молодец. Молодец, вы тем, что вы мне помогаете раскрывать тему. Спасибо вам. Итак, это остаётся целое. А это вот тут вот отрезается. Вот тут вот, и всё. И этот огрызок прекрасно начнёт давать побеги. Потом они всё равно вылезут побеги. Почему? Целиком отрезать нельзя уже. По той причине, что опять будет страшная рана. Вот так вот. То есть, вот здесь оставляем этот как бы огрызок. Ладно. Это ещё не всё. Значит. У вас, если бы был метровый снег, не исключён вариант, что это мыши. Всё-таки не исключаю. У меня было, когда эти груши, когда единственный раз было, когда снегу было выше, чем вот это место, вот у меня мыши до высоты метра съели. Всё. Эти груши. Было. До метра. Вот. А вдруг это мыши? Но если вы хоть маленько представляете, что такое следы от зайца, тогда зайцы. Теперь так. С этим разобрались. Тогда вопрос. Вот сама напасть. Как надёжно защитить деревья от покушения зайцев. Значит, когда в 84-м году у меня начал хозяйничек, в 85-м, у меня зайцы уже съели, молодые саженцы, причём тронули, в 85-м тронули саженцы именно зайцы. И я вижу, вот они, следы протоптаны. Забор был, но в заборе было четыре. Спокойно проходили и заходили, и грызли. А я старый охотник с Норильского. Вот. Я умудрился даже с Норильского привезти нехромовую проволоку. Самое лучшее, если хотите избавиться от зайцев, найдите нехромовую проволоку. Хотя где, сейчас возьмёшь. Смотри, что богатый был. Вот. И сделал четыре петли. Так, когда я на следующий день приехал, а может через день, значит, видно было, кругом всё в шерсти, зайцев не было, и не было этих петель. Три петли вместе с зайцем не исчезли. Вот. Ну, деревня, всё же видно, виденцы, заборщик. Вот, место сняли с зайцев вместе с петелью. И больше зайцев ко мне не приходили. Потом, когда у меня был сад на острове, и туда, а куда там, ещё больше зайцев. Тут хоть посреди деревни участок, а там-то кругом глухомань, кругом лес. тем не менее, когда выпал густой снег, хотя забор был с этого, от зайцев не спасал нигде, то есть там проволока была на дотянуто. Вот. А они всё равно, они же делают тропы. Я тут же подоставил этих самых петель, потому что они тут же начали жрать. И даже две собаки их совершенно не смущали. они начали жрать, и я их-то приезжаю, в петре сидит этот, в петре сидит. Знаешь, можете зря это рассказывать, но выхода не было. Промышленный сад жрали, взял, сожрал там будущее там 10 тонн или хотя бы тонну яблок и собрать за все воду, обдирая коров. Тогда получается и сторожи кормил это замечательно, отдал ему заяц, все, сторожи накормил и заяц, то есть собаки накормил. Вот это было. Какой совет? Чтобы не было этого, надо, чтобы был нормальный забор, чтобы зайца не могли попасть сюда физически. Вот такой совет. Или уже хотите изучать и сделайте хороший забор. Специально ставьте такую и петлю повесите и все. Вот других способов я не знаю, я же не считаю, что зайца нужно травить. Нет, конечно, это мышей не жалко, а зайцам жалко тусю отводить в помощи густого забора. Вот пока Артем все, что Мак сказал. И ничего особенного нет. Если в охотник, спокойно будете не только ловить зайца, но и суп сахарить. не 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 не